Преподы в школах запили. Хрен. Вообще её не знают. Абсолютно не было векторов. За 10 минут я объясню всю теорию векторов, которая понадобится именно на экзаменах. Начнём вообще с того, чего такое вектор. Вектор — это, по сути, отрезок. Отрезок, а значит, он не может быть вот таким, потому что отрезок — это часть прямой. От этого следует... Ну, точнее, мы уже сказали, что он прямой. И что, что отрезок? А этот отрезок имеет направление. И данное направление указано стрелочкой. Всё, супер. Вот у нас вектор на рисунке. Допустим, это вектор А. Итак, у этого вектора есть конечная начальная точка. Вот она и вот она. Ну, тут понятно, они стрелочкой указаны. Теперь далее. У векторов, как и у обычных точек, есть координаты. Только эти координаты показывают нам, насколько вектор переместился по оси Х и насколько вектор переместился по оси У. В данном случае, смотрите, изначальная координата была по оси Х двойка, а конечная стала 3, 4, 5, шестёрка. Что это значит? Мы переместились вправо, в положительную сторону, значит по оси Х координата вектора А будет плюс на 4 клеточки. Теперь также по У. Он поднялся вверх, если мы заметим, всего лишь на 3 клеточки. Опять-таки, вверх значит плюс, потому что у нас ось У вверх в плюс уходит. Плюс 3 клетки. Так и всё, вот они, координаты нашего вектора. С этим продолжаем работать. И это будем использовать. Итак, с векторами есть определённые действия. Есть сложение и вычитание. Сложение может быть геометрическое, когда мы их строим по-разному. И можно складывать векторы и вычитать по координатам. Ну, например, при построении геометрическом здесь всё достаточно просто. Можно вектора переносить в пространство. Главное, чтобы сам вектор был параллелен самому себе. Ну, то есть, вектор В я могу вот таким вот образом... Сколько у нас тут клеток? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, десять. И па-пу-пу-пум. Вот. Вот таким образом вектор В я могу переместить. И если мы хотим сложить вектора, то есть, А плюс В, то мы смотрим. Мы приехали вот отсюда. Это наша начальная точка. И оказались вот здесь. Это наша конечная точка. Так вот, сложение векторов даёт нам перемещение из начальной точки в конечную. То есть, в общем-то, нужно прорисовать вот такой вектор. И извинитесь за мою криворукость, и что я так фигово рисую прямые линии. Но вот он, наш вектор, который равняется А плюс В. Всё. Это сложение векторов. Кстати, заметьте, если ещё перенести вектор А параллельно самому себе, то у нас получится параллелограмм. То есть, можно складывать методом параллелограмма. Мы из двух векторов, которые начинаются в одной точке, дорисовываем параллелограмм и тупо проводим диагональ. Итак, это-то особо не понадобится. Нам на экзамене понадобится работать именно с координатами векторов. Складывать по координатам в дофига раз легче. Почему? Да потому что, вот смотрите, если мы хотим сложить вектора А и В, то мы складываем их координаты Х, в данном случае 3 плюс 7, и их координаты У, то есть 5 плюс минус 2. Кто решил, напишите в комментарии. И вычитаем точно так же. Берём из, смотрите, из буквы А вычитаем В, поэтому из координаты Х вектора А вычитаем координату Х вектора В и то же самое делаем с координатами У, то есть 5 минус минус 2. Повторюсь, кто дорешал, выпендритесь, напишите в комментарии. Далее, нам пригодится умножение векторов. Умножать вектора, как и всё, можно само на себя, типа как букву на букву, а можно умножать на число. Вот на число это прям совсем простяк. Вот, например, хотим мы вектор А, вот он наш вектор А, умножить на число 2. Это значит, что просто мы каждую его координату и Х и У умножаем на число 2. Всё просто. Вот оно. А если хотим геометрически, то мы просто берём и данный вектор увеличиваем в том же самом направлении в два раза. И получившаяся вот эта штукенция, в общем, это и будет наш вектор А умноженный на 2. Всё. Есть ещё одна прикольная формула. Вот с ней нужно запомнить. Это скалярное произведение векторов. Во-первых, длина вектора А умножить на длину вектора В умножить на косинус угла альфа. Кстати, что такое длина вектора? Длина вектора — это когда мы смотрим на него, и можно линейкой приложить и сказать там 4 сантиметра, а можно посчитать через теорему Пифагора. Но об этом в шорцах. А здесь нам понадобится вторая формулка скалярного произведения векторов. Суть в чём? Мы хотим перемножить вектор А на вектор Б. Поэтому получившийся вектор Стоп, стопэ, вру. Вот хотим мы перемножить вектор А на вектор Б. Для этого мы с вами берём умножаем координату х вектора А на координату х вектора Б. И к этому прибавляем координату х у вектора А умноженную на координату у вектора Б. Вот именно эту формулу следует запомнить. Именно эта формула появится на экзамене и в данный момент нам больше всего нужна. Первая особо нам так. В шортах смотрим объясню как по ней работать. Ну и как обычно выпендрить знаниями вот задание на скалярное произведение векторов определи какие у каждого вектора координаты воспользуйся второй формулкой и первый правильный ответ в комментариях получит скидку 20% на месяц обучения с репетитором нашей онлайн школы. Ну а мы приступаем к заданиям. Задание взятое из открытого банка а мы приступаем к заданиям. Задание взятое из демонстрационной версии ЕГ за этот год. Итак, смотрим. Здесь все просто. Надо найти длину вектора А минус Б плюс С. Здесь назовем это вектор Ф. Да пофиг вообще как он называется хоть Е. Просто мне привычнее буква Ф. Смотрите. А минус Б плюс С. У этого вектора будут координата Х и координата У. И для них я место оставил. Итак, чтобы найти координату Х, берем координату Х вектора А. Один. Дальше идет минус Б. Ставим минус и ставим координату Х вектора Б. Минус 3. Дальше идет плюс С. Ставим плюс и координату Х вектора С. Четверку. Все. То есть тупо сложить координаты в той последовательности, в которой записано. И с У сделать то же самое. В данном случае будет 2 минус 6 плюс минус 2. В итоге вектор Ф получится вот таким. 1 с минус 3 это четверка. Плюс четверка это 8. Точка запятая. И 2 минус 6 плюс минус 2 будет минус 6. Но нам надо найти длину этого вектора. Я обещал, что я объясню, как это делать. Здесь все просто. Вот смотрите. Вот наш вектор. Я прям по клеточкам его зарисую. Он по оси Х сместился на 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И по оси У на минус 6. То есть вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть наш вектор пришел куда-то вот сюда. Вот он. Сместился на 8 вправо, на 6 вниз. Супер. Как найти его длину? Самое простое это заметить, что координаты-то всегда, точнее оси, перпендикулярны. А значит, вот здесь вот у нас прямоугольный треугольник. Один катет равен шестерке. Другой катет равен восьмерке. И длина вектора тогда будет вычисляться вот таким образом. Как по теореме Пифагора для гипотенузы? Корень координата вектора в квадрате плюс другая координата вектора в квадрате. То есть получаем корень из по координате x у нас 8, 64 плюс 36. Но здесь долго считать не будем, все равно 10. Потому что корень из 100 равно 10. Все. Теорема Пифагора, как и везде. Ну, а теперь про скалярное произведение. Во-первых, прочитаем задание. На координатной плоскости есть какие-то вектора. Найдите скалярное произведение этих векторов. Как говорил, это вторая формулка. Вернитесь назад и посмотрите, какая именно эта формулка. А мы сначала определим координаты этих векторов. Вот для вектора А. Координаты такие. Он сместился на 4 вправо по x, значит, четверка. И поднялся вверх на 6, значит, по оси y 6. Вектор B у нас сместился вправо по x на 6, координата x равна 6, и опустился вниз на минус 2. Поэтому у него минус 2 координата y. А теперь, чтобы найти скалярное произведение, работаем четко по формулке. А умножить на B. Берем, перемножаем x плюс перемножаем y. И радостно получаем 24 минус 12 равно 12. Все. Это наш ответ. Напоминаю, что ты можешь записаться на бесплатное занятие в нашей онлайн-школе Miao Team. И репетитор поможет тебе освоить математику легко и не будет ржать над твоими ошибками, а поможет их убрать.